Здравствуйте, мои маленькие любители страшных историй! И сегодня у нас история под названием «Обернись!». Итак, приступим. Обернись! 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 Звукоможна уже! Обернись! Да отстань! Обернись! Эти слова с недавнего времени я слышу ежедневно. Ничего страшного, казалось бы, однако звучат они из пустоты. И произносят их. Явно неживой человек. Все началось с очередной поездки в лес. А, как это? Чего еще может начаться страшная история только с поездки в лес? И с какой целью люди едут в лес? Для отдыха? Мы, знаете ли, часто со старыми друзьями выбираемся. А если уж без жен и детей едем, вообще сказка новогодняя! Благо, рядом целый почти-то ежный лес. Деревья высотой с девятиэтажный дом. Кустарник густой и там зайчик. Но вместе с ним много сторожек. Ну просто до хрена сторожек, кто их там надстроил, да ёпраца-то? Открытых? Все открыты до одной. Для любого путника. Главное правило обмена соблюдать. Принеси что-то в дом и возьми сам. Принес? Взял. Принес? Взял. Что? Принес, то и взял. Зачем приносить? Непонятно. Ну едем дальше. В общем, на километров семь. Ну почему не на семнадцать, не на двадцать? Только на семь мы углубились в лес. Естественно, метки оставили. Топорок херачили. Бревна, чтобы не заблудиться. Оставили метки и пошли дальше. Как обычно, видим домик. Небольшой такой, с виду ухоженный. Значит и люди бывают. Да, действительно, люди там, наверное, бывают. Это замечательно. Это вообще гениально. Столько сторожек настроили, а людей там не бывает. Это нелогично. Люди там точно бывают. Дома смотрели. Внимательно. Осторожно. И разместились. Пока вещи раскладывали, я обратил внимание на небольшой блокнот. Как-то слишком естественно. Лежащий на столике. Заглянул внутрь. Честно говоря, удивился. В нём было написано следующее. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Ни в коем случае не оборачивайся. Не обернулся? Точно? Ни разу? Нет? Наврал, наверное. Точно обернулся. Люди добрые! Он обернулся! И так весь дневник. Абсолютно весь. Причём под конец слова в строчках плясали, как пьяные. И решил тогда, что безделушка какая, ну или сувенир, ну конечно, блокнот, в нём написана какая-то ересь, это конечно сувенир, или ещё что-то. Как назло, в доме было всё, кроме доброй охапки дров для розжига огня. Ну что поделать? Вызвались мы с Вадимом. Кто пойдёт? Я, Вадим. Кто пойдёт? Мы с Вадимом пойдём. Мы пойдём с Вадимом. Мы вдвоём с конём куда-то по ночи идём. Пока делами занимались, не заметили, как темнеть начало. А темнеет тут, кстати, очень и очень рано. Набрали полные мешки толстых палок. Так, пардон, не понял. Пошли за травами, набрали палок. Целый день ходили, ничего не нашли, как бы как в том анекдоте. Целых два часа ходил по лесу, палок не нашёл, на полной жопы кирпичей напихал. И двинули обратно. Ну действительно, два взрослых мужика в лесу не могли не найти никакого бревна, и поэтому двинули обратно с палками. Не знаю точно, но до домика оставался километр. Когда мы чётко, отчётливо услышали шорох за нашими спинами. Лес вроде да, место полный шорохов и звуков. Кто-то кого-то ест, кто-то за кем-то бежит, кто-то на кого-то охотится. Но тут другое что ли? Диалог? Сань, ты слышишь? Слышу. Как думаешь, что это? Не знаю, но на звери не похоже. Будто человек, а... Слышишь, как край одежды по земле? Слышу я. Теперь я всё слышу. Вадик начал было оборачиваться, и тут я, не особо осознаваясь, что делаю, крикнул. Не оборачивайся, Вадик! Вадик, не оборачивайся ни в коем случае! Вадим удивлённо посмотрел на меня. Не смей оборачиваться, Вадим! Не смей! И тут мы услышали третий. Третий голос. Медленный. Тянущий. Обернись. Обернись. Мужчина, обернитесь, вы что-то потеряли. Обернись. От него мурашки бежали по всему телу. Вадик удивлённо посмотрел на меня, и как-то злобно, что ли. Почему Вадик злобно посмотрел на меня, я так и не понял. Но я понял, что трусом Вадик не был. Знаете, что делает герой о плохих фильмах ужасов? Абсолютно противоречащий здравому смыслу вещи. Что сделал, конечно, и Вадим обернулся. И в тот момент я шёл параллельно ему, и мог видеть, что с ним произошло. Как я и говорил, он обернулся. В момент выражения у лица изменилось. Я не видел глаз, не видел шеи, не видел рта, но видел выражение лица. Он слегка мотнул головой. Мол, не смей. Почему он так мотнул головой? И почему не смей? И что не сметь? Это осталось тайной. Его в этот момент буквально балакала темнота. Послышался едва сдавленный крик. Затем повисла тишина. Ровно на минуту. Затем я услышал тот самый голос. Обернись. Это у нас вся проблема. А, Вадима, Вадима, Вадима так и не нашли. Странно. Люди бросили своего друга по словам мужика, который пришёл из леса с выпученными глазами и говорит, не оборачиваясь. Никто не пошёл его искать. Вдруг там с Вадимом что-то произошло. Вдруг главный герой убил Вадима. Но все сели в машину и уехали. А главный герой продолжает. А я до сих пор слышу тот голос. Не знаю, как долго это выдержало. Вот такая вот запутанная история, мои маленькие Шерлоки Холмсы. Вам предстоит напрячь свой ум и разгадать, куда делся Вадим, что было за мужик, который следовал за ними и просил обернуться. Почему они не нашли брёвен, дров и так далее, а принесли только маленькие палки? Что делали два взрослых мужика так долго в лицу? Всё это загадки, загадки и ещё раз загадки.